Нет ничего бессмысленнее фразы «всё будет хорошо». Пытаться так успокоить человека, потерявшего работу, пустая трата времени, говорит консультант службы занятости Вера Смирнова. Тем, кто впал в депрессию после сокращения, важно, чтобы близкие не обесценивали их переживания. Не обесценивать, как обычно у нас принято, что «Аня, переживай, ещё лучше найдёшь». В первую очередь нужно человека действительно поддержать, что для тебя это было важно, и ты потерял важную часть своей жизни, мы рядом, мы тебя поддержим. Тем, кто по разным причинам не может справиться со страхом, оказавшись не у дел, помочь готовы специалисты. Сеансы релаксации для снижения эмоционального и физического напряжения, арт-терапия. Главная цель заключается в том, чтобы люди более логично подошли к поиску работы. Встречи с психологами проходят индивидуально и в группах, как и встречи по социальной адаптации. Здесь обучают навыкам поиска работы. Есть категория граждан, которые не знакомы ни с сайтами, ни с различными способами поиска работы. И рассказывать им, что такое ярмарки, вакансии, где можно вообще встретиться с работодателем. Это из составления резюме. Приходят граждане, которые 20-30 лет проработали на предприятии, они никогда с этим не сталкивались, с поиском работы. И что такое резюме, для них это вообще страшный зверь. Как разговаривать с потенциальным работодателем по телефону? Как вести себя на собеседовании? Основы прохождения стресс-интервью. По словам Натальи Торбцевой, заместителя директора центра занятости Перми, число обратившихся в отделение центра в минувшем году существенно возросло. Ярмарки вакансий в 2015-м посетили больше 12 тысяч человек. На сегодняшний день Пермикам без работы здесь готовы предложить больше 5,5 тысяч вакансий. Причем рассчитывать на трудоустройство могут и те, кому найти работу было сложно еще несколько лет назад. Была такая тенденция. Буквально, вы знаете, 5 лет, 7 лет назад, ой, за 2 года пенсии уже никому не нужен человек. Сейчас эта информация совершенно устарела. Почему? Почему? Человек имеет опыт работы, если он желает дальше работать, маленькие дети выросли, да, если мы говорим про женщин, не обременен в чем, он свободен в работе, он интересен становится для работодателя. И поэтому люди эти достаточно хорошо переквалифицируются и трудоустраиваются. На сегодняшний день уровень безработицы в Перми, по данным центра занятости, меньше 1%. На учете чуть больше 5 тысяч человек. Большинство из тех 10 тысяч сотрудников, что попали под сокращение в прошлом году, были трудоустроены. Около трети на своих же предприятиях. Среди вакантных должностей, что предлагают занять Пермикам, половина рабочей специальности. Также, наряду с медсестрами, например, востребованы и профессии, не требующие дополнительной подготовки. Подсобные рабочие, грузчики, дворники в любое время года. А ближе к лету школьникам и студентам обещают помочь в поиске сезонной работы. С 21 января с предложениями работодателей можно будет ознакомиться на выставке «Образование и карьера». Станислав Уланов, Евгений Гилёв, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...